Руковожу этим предприятием с 31 марта, с тех пор, как компания Сибагра выкупила активы у управляющей компании Сибиряк. Вот. Значит, за период, так скажем, моего нахождения здесь, чем можем похвастаться, это тем, что мы запланированную производственную программу по растеневодству полностью выполнили, отсеялись, 40 тысяч гектар, как и планировали, зерновых, сои, рапца. Вот. Как бы в этом году планы у нас по растеневодству, понятно, там, связаны как бы с предварительным заходом на данную территорию, потому что хозяйство, ну, так скажем, не совсем изведанное, да. Ситуация по полям, по технике, по кадровому составу тоже непонятная была, сможем, не сможем, но, тем не менее, мы это осилили. В данном случае ожидаем плановых урожаев, и, в принципе, наш этот весь проект, он в дальнейшем будет развернут именно по большей части ориентирован на растеневодство все-таки, да. Вот. Но, тем не менее, сейчас возникают какие-то вопросы по судьбе нашего животноводства. Значит, ну, кратко могу пояснить, что те договоренности, когда было принято решение о приобретении данного предприятия нашим собственникам, они в силе. Мы будем восстанавливать свинокомплекс, который находится в населенном пункте Сахновка. Вот. И также мы в дальнейшем планируем продолжить заниматься КРС, которая здесь на базе этого предприятия уже существовала. Вот. О судьбе, так скажем, этого поголовья и всем остальным прочим, понятное дело, сейчас ходят разные слухи. Кто-то говорит, что мы все решили тут обанкротить и закрыть. Кто-то говорит о том, что, значит, в силу каких-то там причин мы приняли решение выбить это стадо для того, чтобы там заниматься только растеневодческим блоком. Но, тем не менее, в данный момент таких решений принято не было. Давайте только сначала все-таки уточним решение о том, что часть стада, вы сказали, не все, но часть стада будет все-таки уничтожена. Ну, не знаю, какое правильно здесь слово применять. Тем не менее, оно есть? Вот о тех 50 коровах, о которых идет речь. Смотрите, вы имеете в виду 50 коров всего, а стада у нас вообще, стада там намного больше, да? И почему-то уцепились именно за эти 50 коров. А почему 50? А почему не 100, не 200? Ну, вы скажите сколько? Скажите, да, скажите сколько. А я не знаю сколько. Вот сейчас, в данный момент, производится забор крови, то есть берется анализ на присутствие ликоза, да, в крови этих животных. И осуществляем просто, ну, выбраковку стада больных, значит, там, старых коров, которые уже не производят молока на самом деле, да? Значит, и, собственно говоря, как раз ликозные, да, эти коровы, они попадают у нас в эти рамки, которые мы, ну, хотим просто заниматься очисткой стада. Эти коровы у нас просто-напросто сейчас их никуда не денешь, кроме как увезти на мясокомбинат. А что там на мясокомбинате делают с этими коровами, наверное, всем известно. Как вы хотите, там, так и называйте, это уничтожение или там, все-таки, производство мяса. Вы признаете, что в любом случае часть коров из стада поедет на этот самый мясокомбинат? Так они уже ездили туда. А сколько коров уехало? Ну, где-то, я не знаю, там, около ста точно уже вывезли. Их был ликоз? Да. Вы говорите сейчас о том, что нельзя считать больных животных больных ликозом. Но нам только что пояснили, что часть из них уже уехала на мясокомбинат именно по этой причине. Давайте разберемся так. Вот вообще любая корова свой век заканчивает на мясокомбинате. То есть выбраковка идет постоянно. Это вообще ситуация, это нормальная ситуация. Постоянно происходит выбраковка по разным причинам. То есть это могут быть яловые, да, нестельные коровы. Это могут быть проблемы... Женщики рождаются в том, что уехали. Да, то есть постоянно проходит процесс возмещения стада. Уходят те животные, которые, в общем-то, пошли на выбраковку, и они замещаются неделями. Это нормальный физиологический процесс. И из этого проблему не стоит делать. То же самое ликоз. Ликоз, те животные, которые уходят, они тоже, в общем-то, были выбракованы и пошли на мясокомбинат. Это не первое животное. В общем, что касается Агроколгинга-Сибиря, в общем-то, ни для кого не секрет, что эта организация была образована путем слияния четырех хозяйств нашего района. В каждом из этих хозяйств были проблемы с ликозом. И почему в Подсосном сложилась такая ситуация? В свое время еще прежним руководством было принято решение о том, чтобы в Подсосном сделать так называемое грязное отделение. Все инфицированные животные, то есть вирусоносители, были, в общем-то, было принято решение их переводить на отделение 15, да, сейчас оно 15-е, Подсосное, для того, чтобы оздоравливать другие отделения, так как самым основным методом, при ликвидации ликоза, в первую очередь, необходимо обеспечить изоляцию вирусоносителей, что, в общем-то, и было сделано. Если оставлять этих животных на местах, то это значит создавать условия для перезаражения остального стада. Ну, а в Подсосном на данный момент, то есть поголовье, в общем-то, как я уже сказал, оно инфицированное, можно сказать, почти все, и в рамках выборковки, да, оно будет направлено, так или иначе, эти животные будут направлены на мясокомбинат. И сколько этих животных? На сегодняшний день фактически все поголовье идет на мясокомбинат. И сколько? А давайте уточним по видеоролику еще раз. Вот там речь идет о том, что часть коров, которые поехали на мясокомбинат, они стельные, глубоко стельные. Прошу прощения, не знаю, как правильно звучат эти понятия, но так ли это на самом деле? Действительно, они могли... И это подтвердили нам в районную администрацию. Да. А они их воритали, или как они подтвердили? Ну, это мы спросим в районную администрацию, а у вас есть официальная... Вы свою позицию. Давайте не будем в полемику в такую вступать, в какую-то нерегулируемую, так скажем. У нас есть официальное письмо от Уярского мясокомбината. Мне уже самому стало интересно, а правда ли мы туда отправляем все, что подряд там. От них письмо приходит? Нет, у нас из тех коров, которые поступили, там действительно есть ликозные, и действительно там эти коровы не были стельными. Они это подтверждают.